Открытие сезона охоты он ждет с нетерпением. Любовь к этому виду деятельности у Виктора Слизовского родилась еще в детстве. Дедушка был любителем, ходил зимой за добычей и брал с собой внука. Брал у него ружье, нес для меня, это был пик блаженства, когда я нес на охоту ружье, а с охоты нес всегда зайца, к которому там дедушка стрелял. И вот так, в общем-то, все время, когда стал уже самостоятельным взрослым, приобрел ружье, разрешение. Главное для охотника – этика. Виктор Слизновский уверен, что человек с ружьем не должен стрелять беззаконно в животных и птиц. Сам же признается, что больше всего любит охотиться на волка, когда численность хищников резко возрастает в Дмитровском районе. Самый осторожный, самый умный зверь не допускает оплошности. Если только чуть подшумели, они сразу уходят. В личной коллекции охотника почти два десятка трофеев. Например, этот волк, добытый во время зимней охоты. Вес такого хищника составляет более 60 килограммов. В послужном списке охотника самые разные звери. Однако в экспозиции представлены те животные, на которых охота в Орловской области разрешена. Виктор Слизновский рассказывает, что в погоне за трофеем никогда не приступал к черту закона. Поэтому и выжидал для каждого вида своего сезона. Это вот кабан, который весил около почти полтонны. 400 с лишним килограмм было у него живого веса. Это лось. А это трофей косули. Косули оценены на выставке. Золотая медаль. Виктор Слизновский известен далеко за пределами Орловщины. Он принимает активное участие во всероссийских съездах и конкурсах среди охотников. Был добыт трофей кабана, который занял четвертое место среди трофеев России. На двух выставках уже он является чемпионом. Успех охоты во многом зависит от погоды. Во время дождя утки чаще всего находятся около водоемов. Самое главное – это техника безопасности, чтобы не навредить природе, чтобы не стрелять хлопунцов на воде птицы, которая не поднялась на кольцо. Это, в общем-то, охотничья приездная этика. В Орловской области охота на пернатую дичь разрешена до 15 ноября. Наталья Чунина, Олег Фомин, Телеканал Первый областной.